Несовершеннолетие за рулем будущие асы или потенциальные убийцы. Сотрудники ГИБДД и участковые полномочные полиции по делам несовершеннолетних ОВД Росипа Уйджикутинскому району провели информационно-пропагандистскую встречу с учащимися старших классов и педагогами второй школы Уйджикуты. К работе также привлекли представители общественности, администрации района и казачества. Ахмат Халкичев продолжит. Общественность не только Уйджикутинского района, но и всей нашей республики зубодорожила новость о ДТП с участием двоих учащихся второй школы Уйджикуты. К сожалению, это не первое происшествие с участием несовершеннолетних. В прошлом году в подобной аварии уже погиб школьник. По имеющейся на данный момент у полицейских информации, старший классник выкрал ключи от родительского авто и выехал в город, прихватив с собой еще и своего одноклассника. В какой-то момент юноша не справился с управлением и на пересечении улиц Лесная и Ореховая допустил дорожно-транспортное происшествие. Водитель транспортного средства пока находится в тяжелом состоянии. Его держат в коме, но критическое состояние вроде бы улучшилось. Будем надеяться, что выживет, выкарабкается. Второй пассажир получил тоже разные телесные повреждения. Важность общения со школьниками в подобном формате очень сложно переоценить. Поселенная реальность показывает, что виртуальные беседы не особо эффективны. Тем более, тем и крайне важны о сохранении жизни и здоровья учащихся. Но в то же время без поддержки со стороны родителей, без их сознательности желаемого результата у нас не будет, выразил уверенность директор школы Тимур Айбазов. Подрастающее поколение необходимо сохранить и дать им возможность в дальнейшем самореализоваться уже как личности, а не обрывать вот так глупо их жизнь обычной халатностью, я считаю, и несознательностью. Беседы с учащимися ведутся и на данный момент, с родителями, постоянно ведутся профилактические беседы. Ну, я думаю, что в дальнейшем, когда уже будет возможность, мы будем собирать именно отцов. Именно отцов для того, чтобы проговорить и данную, и схожие ситуации в живом, в живем, скажем так. В ходе беседы полицейские и общественники рассказали детям о том, чего категорически нельзя делать, чтобы не оказаться преступником и стать виновником трагедии не только своей, но еще и чужой семьи. Мне кажется, у каждого мальчишки было такое желание покататься, но когда ты понимаешь, что у меня был случай, мой одноклассник погиб в аварии 3 октября, и я после данного случая, я не хочу водить, потому что я не хочу повторить его случай. Я знаю, что мне дома ждет мама, и я собираюсь вернуться. Причин, по которым несовершеннолетние садятся за руль, много, но самой большой проблемой, как говорят полицейские, является то, что некоторые родители сами допускают своих детей за управление источником повышенной опасности. Для вразумления таких родителей предусмотрены весьма внушительные штрафы, которые начинаются от 30 тысяч рублей. А еще безобидная, на первый взгляд, детская шалость может испортить ребенку всю жизнь, оставшись пятном в биографии судимостью. Ахмат Халкечев, Роберт Джагутанов, Вести Крачаево-Черкесия, Усть-Джигутинский район.